ЧТЕНИЕ Чтение – одно из самых больших удовольствий, которое может нам предложить одиночество. Начнём выпуск словами известного американского литературоведа Гарольда Блума. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Читай книги» на телеканале «Казахстанская медиа-академия». И сегодня ведущая выпуска я, Гули Макаева, представлю вам подборку книг. Эсмира Исмаилова «На берегах Босфора». Стамбул в рецептах, историях и криках чаек. Книга, которая покроет вас мурашками и вдохновит на поездку в настоящий Стамбул. Плюс очень красивое оформление и иллюстрации внутри книги привлекут внимание любого читателя. В ней есть описание стандартных туристических мест, такие как Голубая мечеть, Топ-Капы, Гранд-Пазар. И говорится про то, что обычно рассказывает всем, кто впервые едет в Стамбул. Это Султаны, Босфор, Европа и Азия. Ведь нельзя ассоциировать и судить Стамбул по дворцу Топ-Капы и Голубой мечети, как нельзя судить всю Турцию и по Анталье. Нельзя приезжать в Стамбул только на один день, чтобы подняться лишь на Галату. Это просто преступление, которое многие совершают по отношению к Стамбулу, так и не увидев его настоящим. Каждая строчка этой книги непременно откликнется чем-то знакомым – запахами, ощущениями, местами, даже желанием учить язык. Прочитав произведение, вы будете хранить его где-то рядом. И когда в очередной раз вас настигнет тоска по городу на берегах Пасфора, будете открывать любую страницу и представлять, что вы там находитесь. Спасибо автору за такой Стамбул. Это очень ценно. Алина Мустафина. «Как уехать в Дубай и остаться там?» Невымышленные истории иностранки в Объединенных Арабских Эмиратах. Книга для тех, кто побывал в Дубае и задумывался о переезде туда. О том, как живут в Эмиратах, а конкретно в Дубае, иностранцы и арабы. Это не туристический путеводитель и не сборник интернет-отзывов, а наблюдение за жизнью в стране изнутри. Как она есть, без прикрас. В ней также собраны реальные, непридуманные истории дубайских экспатриантов, которые до сих пор живут и работают там. Интересные истории о судьбах людей, об их мечтах и реальности. Много полезной информации, которая не потеряет актуальности еще долгое время. Книга читается на одном дыхании и рекомендуется всем, кому интересна жизнь и работа в Объединенных Арабских Эмиратах. Эндрю Битти. «Каир. История города». Каир – это история человечества многих поколений и эпох. Это и Нил, и великие пирамиды Гизы, до которых буквально рукой подать, и христианские церкви, и величественные мечети, и особняки колониального периода, а также современные эстакады. На каирских улицах роскошные мерседесы и BMW мирно катаются с тележками, запряженными осликами. Каир – это мать городов. По выражению арабского путешественника Ибн Батутта, этот город принадлежит и Ближнему Востоку, и Африке, и почти всему миру. Приятных прогулок по городу фараонов и султанов! Читайте и вдохновляйтесь путешествиями! Это была программа «Читай книги». С вами была Гули Макаева. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова